Печенюшка вкусная, будет ему понравиться. Наш лесовичок с нами дружил и угощал нас тоже грибочками. Обязательно угощайте лесовичков в лесу. Вот такой вот сегодня у нас лес. Сырой, туманный, но теплый. Морозы прошли, началась оттепель. И мы вернулись в свой любимый лес, чтобы посмотреть и проверить, что же у нас наросло за эту неделю. Чем нас лес порадует? Я думаю, все теми же грибами, фламмулиной, аурикулярией. И возможно, может уже какие-то появятся новые грибочки, новые виды. Все это мы будем сегодня искать и рассматривать вместе с вами. Маленькие, зарождающиеся совсем еще семейства фламмулины. Фламмулина бархатистоножковая. Вот семейка побольше. Такие вот семейки можно уже взять. Ножка еще у этих экземпляров совсем светлая, потому что эти грибочки совсем молоденькие. Там я вижу еще несколько семейок на этом высоком стволе. Вот там вверху одна семейка, вторая. А уже вверху, в верхнюю часть ствола, там заняли место у нас аурикулярия извилистая. Тоже, кстати, съедобные грибы. Их не видно отсюда. Мы их сегодня тоже найдем и поближе посмотрим. А это вот первые грибочки, которые встречают нас сегодня в нашем лесу. Вот такие вот экземпляры. Красивые, сочные, спелые. Молоденькие, вкусные. Ну вот столько вот получилось с первого ствола. Такая вот хорошая жменька, приятная. На стволе белой листки я обнаружила у корней вот такой вот гриб. Это вешенка. Вешенка, которая пережила уже мороз. Видите, она какая уже старая. Пластины у нее прям темные, уже желтые. Такая особь нам уже не подойдет для сбора. Мы оставим ее здесь, пускай она размножается дальше. Будем искать более стоящие грибы. А здесь мы видим новую вешенку. Совсем она крошечная. И юная, и свежая особь. Которую, в принципе, можно уже срезать. Посмотреть на нее. Давайте посмотрим. Да, это вешенка. Видите? Вот они. Серая шляпка. Пластиночки светлые. Такие вот молоденькие вкусные грибочки. Лесная вешенка дикая. Очень ароматная и вкусная. Такой гриб называется дрожалка листовая. Эта дрожалка, как и, в принципе, многие ее виды, несъедобна. Она даже еще во льду. Потому что ночью был заморозок. Но сейчас еще тоже держится минус один. Как бы небольшой такой морозец. Очень красивая. Она очень напоминает. Вот такой слизкий цветок. И слышите, как она прям чавкает. Мокрая такая. Классная. Многие виды дрожалок съедобны. Но данная листовая несъедобна. Красивая она пережила мороз. Но цвет сохранила. Многие, в основном местные, кто смотрит мой канал и давно, примерно знают, где я охочусь в зимний период. За какими грибами и куда я хожу. И в основном это, в принципе, один и тот же лес. Это район Планческой щели в Краснодарском крае. Здесь для меня самые благоприятные условия. В плане передвижения по лесу. Здесь всегда тепло. Здесь тихо. Здесь нет ветра. Небольшое такое ущелье цепо над рекой. И здесь очень много поваленных деревьев. На которых очень любят расти наши зимние грибы. А именно это вешенка устричная. Это фламмулина бархатистоножковая. Всевозможные дрожалки. И всякие съедобные и несъедобные, естественно, зимние грибы. И вот сегодня я вернулась к своему любимому стволу. К валежнику. Который уже не один год плодоносит хорошими экземплярами вешенки. Что сейчас будет на нем, я пока не вижу. То есть я еще близко не подошла. Но мне кажется, там что-то должно быть. И мы сейчас с вами это проверим. И да, смотрите, на самом верху вот такая вот вешенка очень оригинальная. Я сейчас за ней залезу, достану и вам покажу ее. Очень красивый цвет. У нее обалденный серый. Такая вот прям настоящая-настоящая вешенка. Вот она, первые признаки во мху. Потому что, смотрите, тут она и не одна. Вот такой вот мох отделился красиво. Очень оставим его пока здесь. Вот такая вот семейка. Попробуем ее снять. Так как тут высоко и очень опасно с ножом сюда залезать. Ой, смотрите, она прям мерзлая в корочке льда. Вот она какая красавица. Аромат сразу какой пошел. Ну просто свежак. Посмотрите, полюбуйтесь на нее. Ой, красота какая. Просто супер. Ой, божественный аромат. Настоящая свежая и лесная вешенка. А здесь мы обнаружили вот такой экземпляр. Это ежовик коралловидный, который попал в мороз. Вообще удивительно, в принципе, для этого сезона, что еще попадается ежовик. Кстати, он по соседству живет с аурикулярией извилистой. Такой гриб я тоже вам часто показывала. Это съедобный гриб. Он неплохой. Его любят очень китайцы есть. Кстати, они его собирают и как-то употребляют в пищу, в салаты или еще во что-то. Супы из них варят. Хороший гриб, да, он тоже ценен своими питательными веществами. Но я его не собираю, например. Для меня это просто как украшение леса. Так вот декорация к повальным стволам. А вот если бы этот экземпляр был бы помоложе, конечно, посвежее, я бы его с удовольствием забрала. Потому что гриб очень лечебный. Его сушат, используют в настойках в сухом виде, как профилактику от онкозаболеваний. Ну и вообще там обладает этот гриб очень полезными и ценными веществами. Там всего и не перечислить, что это нужно внимательно изучать. Кто захочет заниматься лечением и профилактикой, следует, конечно, данный вид гриба изучить. Прочитать о нем информацию в интернете. И уже заниматься его поиском и изготовлением всяких лекарственных средств. Какой богатый ствол. Посмотрите, вот здесь зарождаются малыши совсем. И они совсем юные. Видите, по отношению с моим пальчиком, какие эти грибы милкие. Вот они идут, идут, идут. И вот идут. А дальше смотрим, что у нас здесь на этой стороне бревна. Вот малыши зарождается вешенка. Вот какие красивые кусты. Вот. И вот. Смотрите, какая прелесть. Просто мечта. Вот такие вот находки. Но это еще не все. Дальше ведь ствол у нас здесь большой. Смотрите, вот под листочками. Вот кустик. Кустейка. Прям приятно, приятно. Здесь уже кто-то срезал дальше. То есть мы не одни знаем об этом пне. То есть кому-то здесь уже тоже явно повезло. И очень неплохо. Потому что срезы достаточно крупные. Очень широкие. То есть вешенка до этого здесь была массивная. Кому-то попалась. Хороший улов. И дальше, видите, по стволу какие срезы. Это на днях тут кто-то рубил хорошо. И дальше продолжение имеет место быть. То есть смотрите. Вот сейчас я покажу. Вот в кустах не видно. Вот дальше вот. Под листочками. И дальше вот вы можете наблюдать. Это целая плантация. По всему стволу это все вешенка. Вешенка устричная. Это все грибы. Вы представляете, какой здесь урожай может быть? Просто невероятный. Но тут надо успеть. Потому что здесь не мы одни ходим разведывать этот пень. Кто-то еще о нем знает. И явно очень неплохо на нем собирает грибы. И это все вешенка. Вешенка обыкновенная вешенка устричная. Какие молодые экземпляры. Какие сочные. Какие ароматные. И здесь только этой мелочи. Эту мелочь конечно же мы оставим подрастать. Пускай она растет. Она еще очень маленькая для того, чтобы ее собирать. Мы оставим ее конечно же для других грибников. Потому что к следующим выходным мы за ней не успеем приехать. Скорее всего ее соберут. Поэтому оставляем. Оставляем малышей. Пусть растут и кого-то радуют дальше. Потому что мы ездим зимой исключительно. Не за добычей пропитания. А за эмоциями. За этим отдыхом. За этим релаксом. И просто за приятными находками. За вот этим вот грибным азартом. А у нас первая находка. Первая маленькая эйфелева чашечка. Вот такая совсем крохотуля. Видите. Начало положено. Сорокосыфа началась. Какие малышули красотули. Обратите внимание. Вот они крошечные. Такие конечно же мы брать не будем. Пусть тоже растут. Подрастают до следующего выходного дня. И вот эти тоже. Такие хорошенькие. Все видите. Бархатная ножка. Ее прям видно отсюда. Ну маленькие совсем такие. Конечно этот вот грибочек уже можно взять. Но мы сегодня вот этих малышей оставляем. А вот здесь мы уже с вами можем замечать. Осипь покрупнее. Тут уже семья такая достаточно неплохая. Как мы видим. Состоит она уже примерно из десятка экземпляров. Прям не подкопаешься к ней. Она довольно хорошо спряталась. Но вот эти вот грибы. Они прям уже хорошие. Смотрите вот как их много. Вот там вот молодая семечка. Прям вот. Смотри Вика. Вот. Вот кустик. Вот не видно прям отсюда. Мы прям в зарослях стоим. Вот тут вот если присмотреться. Видите? Да. Вот малышки. Вот они. Да. Вот тоже. И вот смотри какую я тут семью обнаружила. Вот она. Да. Она прям во льду такая стоит. Но красивая очень. Вот эти грибы мы можем взять. И там еще скорее всего с другой стороны. Я думаю если обойти этот ствол. И там тоже что-то будет. Сейчас мы пойдем и найдем. Видите? Вот она черная. Ножка. Это такая вот затемненная. Она прям бархатная. Ее видно. Белые пластиночки светлые. И этот гриб сейчас на данный момент не спутать ни с каким-либо другим грибом. Тем более ядовитым. Поэтому мы с удовольствием собираем этот грибочек и готовим. Как угодно. Можно мариновать как обычное опято по обычному рецепту. Можно сразу пожарить. А некоторые даже едят его сырым. Потому что он обладает настолько ценными веществами и полезными. Содержит просто невероятную кладезь в себе полезных веществ. Поэтому, ребята, берите. Всем советую. Очень хороший вот такой вот гриб. Фламулина бархатистоножковая. А здесь вот такая вот микроскопическая икорка. Вот они. Зарождающиеся семьи. Посмотрите, какая прелесть. Просто бомбические кустики. Вот тут еще вот. Ой, не видно. Я тут не дотянусь. Это ствол. Все тот же ствол опавший. Представляете, вот они. Малыши. И здесь какая семья. А эти прям такие уже сочные, вкусные. Прям ты хочешь их вот так вот срезать, сорвать. Вот она эта семья. Посмотрите, она состоит из нескольких штук. Из нескольких грибов. Получается, в этой семье их шесть. Вот она, эта бархатная ножка. Видите, вот такие вот волнистые кучерявые шляпки со светлыми пластинами. Она очень ароматная, эта фламулина. Мокрый такой вот налет у нее. Она всегда такая сопливая, скользкая, потому что сейчас влажно. Сейчас декабрь, и поэтому все грибы у нас вот в таком состоянии. Поэтому фламулину очень трудно спутать грибникам с ядовитыми видами грибов. Но некоторые, конечно же, все равно умудряются. Умудряются путать с галериной, которая неустойчива к морозам, к этим перепадам. Все-таки сейчас у нас продолжаются заморозки по ночам. Дневная температура у нас сейчас уже больше плюсовая, чем минусовая. Поэтому вот эти вот перепады, они очень плодотворно влияют. Кстати, это у нас клён. Вот эти листики. Здесь рядышком, в принципе, одни клёны. А это ствол погибшей клёна. И мы можем наблюдать, что вот... Ну, в принципе, на всех лиственных деревьях растет у нас зимний опенок фламулинка. Эти мы оставим, а эту забираем семейку, потому что она уже достаточно хороша. И вот те тоже сейчас мы заберём. А вот здесь у нас молоднячок. Молодые деревья, посадочка вот такая. И вот здесь вот очень любят обитать фламулина у корней этих молодых деревьев. В чём мы можем и убедиться прямо сейчас вместе с вами. Видите? Вот эти вот яркие огоньки у корней. Это и есть тоже фламулина бархатистоножковая. Вот там, с той стороны, я уже не достану, но там её достаточно много, хочу вам сказать. Просто не видно. Видите, вот они? Какие яркие пятнышки. Они достаточно приметны. И это тоже этот самый гриб фламулинка. Вот, мы можем в этом убедиться. Очень вкусный и съедобный наш любимый зимний опеночек. И уже на выходе из леса попадаются вот такие вот приятные находки. Они просто горят огоньками оранжевыми и зовут, не отпускают никак из леса. Тоже такая вот приятная семейка. Можно прям вот так вот легко её достать. Видите, она вот прям хорошо достается. Просто замечательная, свежая горсть фламулина. Замечательно. Очень-очень хорошая разведка сегодня. Видите, лес в грибочке, они есть. Надо идти и искать. Очень холодно сегодня, потому что сыра очень в лесу. Минус один чувствуется, этот морозец небольшой. Но мы сегодня очень довольны. То есть наша небольшая разведка, видите, тоже дала хорошие результаты. Даже чуть больше, чем пол ведра получилось. Очень-очень замечательно. С вами был канал Культ Леса. Подписывайтесь на мои социальные сети. Вы всегда будете в курсе всех грибных новостей нашего Краснодарского края. Ну, а я с вами прощаюсь до следующих выходных. Всем пока. Спасибо, что смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»